Так что смотри, здесь Он говорит, Иоанн 17, 3, «Это и есть жизнь вечная, чтобы они знали Тебя, Отца, единственного истинного Бога, Иисуса Христа, посланного Тобою». Поэтому Иисус говорит, что тот, кто послал Его, это единственный истинный Бог. Ты ведь хотел это увидеть, правильно? Что это за стих? Он показывает тебе стих, где Иисус объясняет, кто единственный истинный Бог. Это и есть жизнь вечная, чтобы они знали Тебя, единственного истинного Бога. А затем, после комментария, Он говорит, Иисуса Христа, посланного Тобою. Итак, Иисус говорит, что Бог, который послал Его, является единственным истинным Богом. И Иисус был послан этим Богом. Он не Бог, здесь очень ясно. А что насчет того, когда Иисус сказал, что до Авраама был Я, и сказал Я и Отец одно? Я понял тебя. Когда Он сказал Я и Отец одно, Он также сказал, что Я и ученики, и Отец одно целое, правильно? Ты знаешь, о чем я говорю, или нет? То есть Он говорил, что Он и Его ученики одно? Да. Смотри, прямо здесь. Это Иоанн 17, 20. Иисус сказал, «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня». Поэтому, когда Иисус говорит, что Я и Отец одно, это не означает, что они одна сущность, как мы говорим, что мы одна нация. Он сказал, что ученики едины в нас. Это означает, что они едины в цели и правоте, правильно? Как мы говорим, что мы одна нация. Они едины в Боге? Да, они едины в Боге. Но они не как Бог. Смотри. Это как вы едины в Исламе, правильно? Да, точно. Здесь тот же принцип. Да будут все едино. Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. То есть, Он говорит, подобно тому, как Я с Отцом едины в цели, так и Вы едины вместе с нами в цели. Что это означает? Как мусульмане мы говорим, что мы одна нация. Или как Америка говорит, что мы одна нация под Богом. Верно? Это означает, что мы едины в цели. Это не значит физически. Потому что я показал тебе другой стих, где Иисус ясно говорит, что есть только один истинный Бог. То есть, Он... Извини, я могу закончить? Да, прости. Поэтому Иисус ясно говорит, это и есть жизнь вечная, чтобы они знали Тебя, хорошо? Единственного истинного Бога, хорошо? А затем, чтобы они знали Иисуса, которого Ты послал, правильно? Так что Иисус разъяснил, что есть только один истинный Бог. Иисус молился Богу напрямую, правильно, в Библии? Молился ли Бог Иисусу? Нет. Иисус пришел как человек, чтобы быть примером. Когда Он был человеком, был ли Он Богом? Да. Так что Он был всезнающим, подобно тому, как Бог знает все правильно? Да. Ты можешь увидеть фарисеев. Знает ли Бог все? Да. Так что Иисус знал все? Да. Но здесь, в Евангелии от Марка 13, 32 говорится, «Никто не знает о дне и часе, ни ангелы на небесах, ни Сын, а лишь Один Отец». Ты только что сказал, что Бог знает все. Иисус знал все. Но Библия прямо здесь, в Евангелии от Марка 13, 32 отмечает, что никто не знает того дня и часа. Ни ангелы на небесах, ни Сын, а лишь Один Отец. Так что Иисус не знал всего. Поэтому Он не может быть Богом, согласно твоему определению. Это твое Священное Писание, брат, верно? Как тебя зовут? Менюа. Слушай, слушай, слушай. Ты знаешь, что я говорю тебе правду. Ты видишь ее в собственной книге. Тебе не нужно спорить со мной. Иди домой и помолись Единому Создателю, чтобы Он оставил тебя на прямой путь. И когда ты будешь готов, стань мусульманином. Поклоняйся тому же Богу, которому поклонялся Иисус. Но это не тот же Бог. Это тот же Бог. Тот же Бог, который послал Иисуса, который послал Авраама, который послал Моисея и послал Мухаммада, мир ему и богословения Аллаха, с одним и тем же посланием. И все, что я могу сказать... Да, Иисус не снял часа, поэтому он не может быть Богом. Единственное, что я могу ответить на это... Я не уверен, знаком ли ты с историей, когда Авраам молился за свою семью. Он молился, чтобы узнать, осталась ли в нем праведность или что-то подобное. Он молился Богу, чтобы он спас праведников. Или даже Моисей, когда он молился. Если внутри не будет ничего праведного, что-то вроде этого. Единственное, что я могу сказать на это... Это то, что Библия говорит о страданиях Господа. Они продолжаются и продолжаются, чтобы он мог спасти людей. Это единственное, что я могу сказать. Извини, но это не имеет никакого смысла. Потому что ты и я согласились, что Бог знает все. И ты стоял на том, что Иисус, когда Он был на земле, Он был полностью Богом. И Он знал все. Но я только что показал тебе из Библии, что Иисус говорит, что никто не знает часа. Ни ангелы, ни Сын, только Отец. Поэтому Иисус не знал часа Своего возвращения. И таким образом, так как ты согласился с ранее упомянутым определением, Он не может быть Богом. Потому что Он не знал. Это довольно ясно, брат. Ты слышал, что я сказал? Да, я слышал. Но это ничего не говорит о Его знании. Знание Бога совершенно верно. Да. Он знает все правильно. Да. Но Иисус не знал часа. Поэтому по твоему же определению Иисус не может быть Богом. Потому что Он не знал. То есть ты не понял, что я сказал? Я понял, что ты сказал. Но опять же, я говорю тебе, то, что ты сказал, не отвечает тому факту, что Бог знает все. А Иисус не знал часа. Ты понимаешь, что я говорю? Я слышу, что ты говоришь, но... Так что, к примеру, Бог собирался уничтожить сынов Израиля, но Он не сделал этого. Солгал ли Он? Не знаю. Это в Библии? Да. Прежде всего, я не верю, что Библия – это истина. Но здесь вопрос в том, что ты веришь в Библию. Ты сказал, что Бог знает все правильно. И ты сказал, что Иисус на земле был Богом и знал все. И я показал тебе из твоей собственной книги, что Иисус не знал часа. Так что теперь это означает, что Иисус по твоей же вере, по твоей же книге не может быть Богом. Правильно? Да ладно. Ты знаешь, что это истина. Ты знаешь, что то, что я сказал тебе, имеет смысл. Ты увидел, и ты прочитал, и ты проверил. Тебе не нужно возражать меня. Если ты думаешь, что это не истина, ты должен принять, что это не может быть словом Бога. Я дам тебе Коран бесплатно в качестве подарка. Просто прочитай его. И если ты обнаружишь, что это истина, стань мусульманином. Если ты этого не хочешь, я не принуждаю тебя. Есть только одна истина. Да, может быть только одна истина. Это абсолютно верно. У него нет ни детей, ни жен, ни домов. Он единый и самодостаточный Творец. Это тот же Творец, который отправил посланников, который послал Моисея, Авраама, Иисуса и Мухаммада, мир им и богословение Аллаха. Ты чувствуешь? Позволь мне дать тебе Коран в подарок. Просто прочитай его. Как тебя зовут? Усман. Это довольно трудно выговорить. Можешь сказать Усман. Усман. Да, вот и всё. Этого достаточно. У вас есть канал на Ютубе? Да. Называется One Message Foundation. Перейди на Ютуб. Это вы? Да, вот, ты можешь посмотреть видео. Благословит тебя Бог. Да, и благословит тебя Бог тоже. Ты мне нравишься. Брат, слушай. Позволь мне сделать тебе подарок. Послушай, послушай. Если ты не думаешь, что это истина, это бесплатно. Не беспокойся об этом, хорошо? Если ты не думаешь, что это истина, нет проблем. Смотри, я читал Библию. Хорошо? Я проверю. Хорошо, проверь. Сколько ты изучал это? Я делал это годами. Братья и сёстры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Ва алейкум ассалям. Как дела? Что тебе сказал Иисус, когда Он говорил с тобой? Он сказал мне, что ты сильная. И когда Иисус коснулся меня, как будто я была мертва всю жизнь, и в первый раз я как будто ожила. И я почувствовала Его милость, и я почувствовала, что Он знает меня, как никто другой. Как Он выглядел? Я не видел Его, я просто чувствовал это. И Он знал меня, и я была как худшая грешница. И Он любил меня безоговорочно. И Он знал обо мне всё. Ты веришь в Библию? Я на тысячу процентов верю в Библию. И я живу для Иисуса. Хорошо. У меня есть вопрос из Библии. Брат, можешь помочь мне? Четвёртая книга царств, 8.26. Но это Ветхий Завет. Хорошо, но это ведь Библия, не так ли? Да. Ладно. Азохии было 22 года, когда он стал царём, и правил он в Юросалиме один год. Его мать звали Гафоли, и она была дочерью Амврия, царя Израила. Верно? Да. Хорошо, брат. Ладно. Сколько ему было лет? Ну, 22 года. Да, ему было 22 года. Ладно. Так ты веришь, что это слово Божье верно? Да. Вторая летопись, 22.2. Азохии было 42 года, когда он начал править, и он правил в Юросалиме один год. Его мать звали Гафоли, и она была дочерью Амврия. Хорошо. Так ему было 42 или 22? Это не имеет значения. То есть, Библия не имеет значения? Не имеет значения. Видите ли, это и есть проблема. У многих людей может быть свой опыт. Я знаю многих людей, если ты поищешь в Ютубе, то увидишь много из людей, которые были исламистами, и они пришли к Иисусу, потому что... Для начала, неправильно говорить, что они были исламистами. Правильно говорить, они были мусульманами. Я лишь говорю тебе. Ты исламист или мусульманин? Я мусульманин. Ислам – это религия. Подожди, позволь мне объяснить тебе. Ислам – это религия, а люди, которые исследуют исламу, называются мусульманами. Поэтому говорить, что они были исламистами – это неправильно. Это всё равно, что назвать мексиканцев испанцами. Правильно? Прости, я не хотела. Нет проблем, я не обижаюсь. Но я просто говорю тебе, что я встречал индусов, у которых также был духовный опыт, подобно тебе. Дай мне закончить. Я встречал мусульман, которые имели подобный духовный опыт. И я встречал христиан. Так что это не является доказательством истинности твоей веры. Это может быть дьявол или какое-нибудь заблуждение. Мы не знаем. Но если ты веришь в Библию, как ты и сказала, что ты веришь на 100%, что Библия – это Слово Божье. И теперь ты видишь явное противоречие. Это не имеет значения. То есть не имеет значения, что ты следуешь недостоверной книге? Нет, для меня это не имеет значения. Но как ты можешь верить во что-то, если ты знаешь, что это неверно? Я полностью доверяю Иисусу. Смотри, слушай, это прямо здесь в Библии. Прямо перед твоими глазами я показал тебе противоречие. Это не имеет значения для меня. Так что… То есть если это ложь, это не имеет значения? Не имеет значения возраст человека. Хорошо. Это Новый Завет, Евангелие от Матфея 1.16. Хорошо. И Яков же был отцом Иосифа, мужа Марии, у которой и родился Иисус, называемый Христом. Верно? Да. Это имеет значение, правильно? Да. Это генеалогия Иисуса. Да. Хорошо. Так кто был отцом Иосифа? Яков. Да, продолжай. Отцом Иосифа был Яков, верно? Яков был отцом Иосифа. Хорошо. Так что это имеет значение, верно? Ведь это генеалогия Иисуса. Да. А здесь, в Евангелии от Луки 3.23. Иисусу было около 30 лет, когда Он начал Своё служение. Люди думали, что Иисус был сыном Иосифа. Иосиф же был сыном Ильи. Нет, секундочку. Есть два Иосифа. Хорошо. Есть Иосиф, сын Якова. Хорошо. Это был сын Исаака, который был сыном Авраама в Ветхом Завете. Хорошо. Иосиф был мужем Марии. Хорошо. Так что Иисус предположительно был сыном Иосифа, мужем Марии, а Он был сыном Якова. Знаешь, Он говорит, что я... Я не знаю, правильно ли это генеалогия в Библии. Смотри, перед тобой в Библии говорится, Иисусу было около 30 лет, когда Он начал Своё служение. Имейте в виду, что Иосиф, который предположительно был Его отцом. Говорит Иисус, верно? Продолжай читать. Иисусу было около 30 лет, когда Он начал Своё служение. Люди думали, что Иисус был сыном Иосифа. Иосиф же был сыном Ильи. Что это за версия? Это версия короля Иякова. Сын Ильи? Да, сын Ильи. Ты никогда не читала Библию? Да, это Евангелие от Луки. Я читала Библию три раза. И начала читать в четвёртый раз. Но разве ты не видел это противоречие? Мне всё равно на генеалогию. Но ранее я спросил тебя, имеет ли значение генеалогия Иисуса, и ты сказала «да». Да, но... Теперь ты видишь противоречие, и тебе всё равно. Потому что ты видишь явные ошибки в своей книге. Там нет ошибок. Нет, это явная ошибка. Послушай, я встретила любовь в мире. И это спаситель Иисус. Кто такой Иуда? Я скажу тебе кое-что. Мухаммед умер, а Иисус воскрес из мёртвых. И я встретила его. Нет, ты не встречала его. Может, ты встретила джина или дьявола, либо тебе показалось. Я не знаю. Мне не показалось. Но ты сказала, что ты веришь в Библию на сто процентов. Много мусульман становятся христианами. Ты серьёзно? Христиан, которые становятся мусульманами, намного больше, чем мусульман, которые становятся христианами. Посмотри социальные исследования, хорошо? И прямо здесь у нас есть люди, которые были христианами. Я был евангельским христианином, и я родился здесь. Хорошо, я встретил Иисуса, и я не отступлю назад. Позволь мне спросить тебя кое-что. Ты веришь в Библию? Да, я верю в Библию. Тогда послушай, что говорит Библия женщине. В первом послании к Коринфианам 11.5. Но всякая женщина, которая молится или пророчествует с непокрытой головой, навлекает позор на свою голову. Она подобна женщине, которая обрила себе голову. Если женщина не покрывает свою голову, то пусть острижётся. Но раз для женщины отстричь волосы или обрить себе голову позор, то она должна покрывать голову. Почему бы тебе не покрывать голову? Это в твоей Библии в Новом Завете. Вот здесь. Это не важно. Это не имеет значения. Вот здесь. Ты не веришь в Библию? Это прямо здесь, в твоей Библии. Разве Мухаммад не женился на шестилетней девочке? Хорошо. Так что теперь ты хочешь перевести тему. Ты хочешь уйти от Библии, потому что ты видишь, что это неправильно. Так что ты хочешь соскочить. Нет, я... Хорошо, я понял тебя. Я отвечу тебе, подожди. Я только что говорил с ней. Ранее я уже говорил с собой, не так ли? Да. Хорошо, позволь мне закончить этот разговор, и я отвечу о замужестве Аиши. Я много раз отвечал на этот вопрос. И у меня есть видео на эту тему, не волнуйся. Могу я сказать тебе кое-что? Давай. Бог, который обещает мне после смерти семь девственниц, это не Бог. Откуда ты это взяла? Откуда ты взяла это? Я не знаю, может из Корана. Где это? Ты лжёшь. Ты явно лжёшь. Семь девственниц? Откуда ты взяла это? Смотри, ты только что это выдумал, а не так ли? Ты читал Коран? Нет, я никогда не буду его читать. Так как ты можешь говорить о Коране, который ты никогда не читала? Я читал Библию вдоль и поперёк. Ты же делаешь утверждение, даже если никогда не читала книгу. Это невежество, и это ложь. Покажи мне, где в Коране говорится о семи девственницах. Причина, по которой мне это неинтересно, потому что я никогда не встречала Мухаммада, но я встретила Иисуса. Послушай. Я встретила его, я не лгу. Послушай, послушай. У тебя может быть определённый опыт, я не отрицаю этого, хорошо? Возможно, это мог быть дьявол. Нет, это был Иисус. Нет, это мог быть... Но ты даже не видел его. Я почувствовала его. Ты могла почувствовать дьявола. Нет. Есть много людей, христиане, иудеи, мусульмане, индусы, которые имели подобный личный опыт. Но это не говорит об истинности той или иной религии. Прямо здесь ты сказала, что Библия – это стопроцентная истина. И ты веришь в это. И я показал тебе противоречия в Ветхом Завете. И я спросил тебя в Новом Завете о генеалогии Иисуса. Важно ли это? И ты сказала, да, это важно. Ты сказал, это важно. Если ты читал Библию, ты читал то, что сказал Павел. А Павел говорит, что не надо сходить с ума по генеалогии. Но почему там упоминается генеалогия? Это не важно. Но ранее ты говорила, что это важно. Единственное, что важно – это Христос. Ранее, когда я спросил тебя, имеет ли значение, ты сказала «да». Единственное, что важно – это Иисус Христос. Хорошо. Являлся ли Христос Богом? Да, да. Знает ли Он все? Да, Он знает все. Он Сын Бога. Ладно, я понял. Ладно. Когда Библия говорит, что Иисус не знает часа, значит ли это? Да, Он не знает. Только Отец знает о часе. Значит, Он не знает всего. Но если… Ты только что сказала, что Он знает все. Смотри, Он сказал, что Отец больше, чем я. Ладно, тогда Отец – это Бог. Хорошо. У нас есть полная троица – Отец, Сын и Святой Дух. Они равны? Нет, Отец более велик, чем Иисус. А ты веришь, что они равны? У меня есть вопрос. Подожди, у меня здесь дискуссия. Прошу. Ты веришь в это? Они все Бог. Равны ли они? Они все Бог. Равны ли они? Ты не отвечаешь на мой вопрос. Иисус сказал… Ты сказала, что они не равны. Я понял тебя. Но ты, как христианин, ты веришь, что они равны в троице? Да. Теперь вы двое христиан даете мне два разных ответа. Ты говоришь, что один выше, а Он говорит, что они равны. Кто из вас прав между вами двумя? Но я лишь верю, что… Подожди, подожди. Ты ведь слышала мой вопрос? Да, я слышала. Ты сказала, что Отец больше Иисуса, а Он сказал, что они равны. Он сказал, я и Отец одно. Это сказал Иисус. Они равны между собой или один из них больше, как она сказала? Иисус сказал, я и Отец одно. Еще раз. Она сказала, что Отец больше. Это то, что сказал Иисус. Ты же говоришь, что они равны. Это не одно и то же. Вы стоите здесь и даете мне два разных ответа, хотя вы из одной и той же команды. Так какой из них? Иисус сказал, я и Отец одно. Так Отец больше или нет? Иисус также сказал, что Отец более велик, чем Я. Ты сказал, что они равны. Вы противоречите друг другу прямо сейчас. Говори. Ладно, давай скажем ради дискуссии, что Отец больше Иисуса. Нет-нет, опять же, это ложь. Ты сказал ради дискуссии. Ты говоришь что-то иное, чем во что веришь. Во что ты веришь? Я уже говорил, Он сказал, что Я и Отец одно. А затем Он сказал, Я есть Тот, Кто есть. Хорошо. Так они равны? Да. Она сказала, что они не равны. Так какой из них? Так что... Но не надо мне говорить ради дискуссии. Скажи мне, во что ты веришь. Ведь это лицемерие говорит то, во что ты не веришь. Если ты можешь, позволь мне говорить. Конечно, прошу, говори. Я слушаю. Иисус сказал, Отец более велик. И Он сказал, Я и Отец одно. И также сказал, Я есть Тот, Кто есть. Хорошо. Бог Троицы – это загадка. Бог не является Богом путаницы. Хорошо. Ты сказал, что они равны, правильно? Я слушал тебя уважительно, правильно? Я ценю твою уважительную дискуссию. Она сказала, что Отец более велик, чем Иисус. Это то, что сказал Иисус. Хорошо. То есть Он говорит что-то против того, что сказал Иисус. Нет-нет. Я только что сказал то же самое. Нет. Ты говорил, что они равноправны. Нет, я сказал, Отец более велик. Я и Отец одно, и Я есть Тот, Кто есть. Так Отец более велик? Отец Висус, и Аисус в Нём. Я спрашиваю Его, могу я спросить Его? Является ли Отец более великим? Является ли Отец более великим? Да, Отец больше. Тогда они не равны. Но они равны, потому что они Бог. Как один может быть более велик, чем другой? И они равны. Это вообще имеет смысл? Слушай, ты не можешь взять один стих и... Я не брал один стих. Я не отрицал какой-либо стих. Я спросил у тебя концепцию троицы. Ладно, а что насчёт стиха «Я и Отец одно»? Хорошо, Я и Отец одно. Это Иоанна 17, 20, как я читал тебя ранее. Да. Иисус говорит, «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, подобно как Ты, Отче во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Это не значит, что все верующие одно. Тебе нужно... Я могу закончить, пожалуйста? Ладно. Спасибо. Значит, когда Он говорит, что «Я и Отец одно», и они все едины в нас, это не значит, что они одна и та же сущность. Это означает, что у них одна и та же миссия. Как мы говорим, что мы одна нация. Единство, я согласен. Это не значит, что они одинаковые. Библия говорит, что Отец более велик, чем Иисус. И она сказала, что Отец более велик. Но ты сказал, что они равны. Это не одно и то же. Если кто-то больше, значит, они не равны. Тебе нужно вернуться к базовой математике, брат. Серьезно. Я слушаю, говори. Ты веришь, что законничество не важно? Я слушаю. Иисус, Бог милосердия, и Он пришел умереть за грехи всех, кто верит в Него. И все, кто верит в Него, и следует за Ним, и каются в своих грехах, и верят в Него для своего спасения, умрут и попадут на небеса. Это просто режим проповедника. Это все, что ты делаешь? Нет. Это просто режим проповедника. Позволь мне сказать тебе кое-что. Я ведь слушал тебя. Это Евангелие. Книга Евангелия хорошей новости здесь. Я показал тебе четкие противоречия, четкие ошибки в нем. И я покажу тебе еще. Я хочу исправить это. Я ценю это. Слушай, здесь слишком много людей. Я поговорю с тобой отдельно. Но я хочу исправить. Я хотел исправить это, прежде чем ты пойдешь дальше. Ведь ты забудешь об этом. Я не забуду об этом. Ты говорил об Иисусе, сыне Иосифа. Хорошо. В то же время есть текст, в котором говорится, что он сын Илии. Кто это? Илия. Ты приводил текст о нем. Иосиф или Иисус? Ты говорил о Иосифе. Хорошо. Который являлся отцом Иисуса. А затем Илия был отцом Иосифа. Хорошо. И Илия, о котором здесь говорится, он был отцом Иосифа. Хорошо. Но знаешь ли ты, что Библия назвала Иисуса Христа сыном Давида? Ладно. Но это не значит, что он автоматически становится сыном Давида. Подожди, подожди. Так ты говоришь, что Илия не был отцом Иосифа? Он был его дедом. Хорошо. Ладно. Это то, что ты говоришь. Ладно, ладно. Ты говоришь, что... Иосиф был... Как тебя зовут? Да, Элишен. Элишен. Ты говоришь, что Илия — это дедушка Иосифа. Да, Иосифа. Хорошо. Если это правда, то когда мы вернемся к генеалогии в Матфеи, там говорится, что Иаков породил сына по имени Иосиф. И Матан... Матан... Это Ветхий Завет? Нет, это Новый Завет. Это Иосиф Ветхого Завета. Он говорит муж Марии. Там написано, что Иосиф муж Марии. Прочитай это. Иосиф муж Марии. И вот здесь. Ты сказал, что он был его дедушкой. Дай мне закончить. У Иакова был сын по имени Иосиф. Давай вернемся. И Матан породил Иакова. Ты же сказал, что Илия — его дедушка. Этот стих доказывает, что ты лжец. Прямо здесь. Давай. Если Илия — это его дедушка, почему здесь написано имя другого дедушки? Прямо здесь, в твоем Писании. В твоей Библии сказано, «Ну, а я сказал тебе, нет, 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 нет. Ты сказал, что он дедушка. И я показал тебе это прямо сейчас из своего же Писания, что это не так. Ты веришь, что Иисуса называют сыном Давида? Опять же, слушай. Ты веришь в это? Дай мне ответить. Ты хочешь ответ? Ты веришь в это? Дай мне ответить. Ответь. Ты веришь в это или нет? Дай мне ответить. Смотрите, он не дает мне говорить. Иисус был сыном. Могу я говорить? Давида, могу я говорить? Говори. Я не говорил. Потому что, когда я говорю, он перебивает меня. Сейчас, когда ты говоришь о генеалогии, где не настоящий сын, ты не можешь использовать слово «порождённый» или «зачатый». Поэтому, когда здесь говорить о «порождённый», это означает, что произошло зачатие, то есть из его чресел. И ты сказал, что Илия дедушка, то есть он отец Якова. Но теперь, теперь... Так ты говоришь, что Илия не был отцом Иосифа? Он был его дедом. Он был его дедом. Но теперь, теперь, перед тобой твое же Писание доказало твою неправоту. Спасибо. Ничего не имеет значения. То есть твоя Библия не имеет значения? Потому что я встретил Иисуса. Конечно, конечно. Ты знаешь... Смотри, смотри, подожди, подожди, смотри. Мы на Тайм-сквер. Ты можешь встретить железного человека, ты можешь встретить человека-паука. Но это не значит, что ты реально встречалась с ними. Мухаммад умер, а Иисус воскрес из мёртвых. Доброго дня. Ассаламу алейкум, братья и сёстры. Я хотел бы порекомендовать вам очень хороший YouTube-канал под названием «Поистине». На нём наши братья делают хороший политический анализ, обозревают и делают комментарии на важные события. Братья и сёстры, давайте вместе поможем их каналу развиться. В этом, иншаллах, будет благо для нашей умы. Прошу, подпишитесь на канал «Поистине». Ссылку я оставлю в закреплённом комментарии.